Приветствую вас! ГАЗ Садко Некст стал следующей ступенью в развитии среднетоннажных полноприводных грузовиков, сменив собой выпускавшийся с 1997 года модель ГАЗ-3308 Садко и по сути является внуком легендарной шишиги – ГАЗ-66. Ведь как ни была бы отличной машиной, с годами она устаревает, и ей сложнее подстраиваться под современные реалии. И конструкторское бюро завода ГАЗ, имея богатый опыт эксплуатации ГАЗ-66 и ГАЗ-3308 Садко, вложили в новый грузовик то, о чем водители предыдущих поколений полноприводных грузовиков могли только мечтать. Пришлось поработать не только над дизайном экстерьера и интерьера, но и воплотить целый ряд технологических и технических новинок. В первую очередь это коснулось рамы автомобиля, на которой крепились узлы и агрегаты. Машина получила более усиленную переработанную раму, внутри которой появился усиленный лонжерон и вкладной задний кронштейн. Для монтира небуксирных устройств на бампере добавлена оригинальная поперечина в торцевой части. Вместо минского двигателя установили более мощный, рядный четырехцилиндровый ярославский турбодизель ЕМЗ 534-43 мощностью 149 л.с. Газовская пятиступенчатая механическая кропка передач со спаренной двухступенчатой раздаткой, работающей в паре с двигателем, подвергла значительной модернизации. Управление раздаточной коробкой в случае подключения понижающей передачи и полного привода осуществляется теперь с помощью переключателя на приборной панели, а не как раньше с помощью рычагов. Идущие мосты НЕКСТА по наследству от предшественников имеют зависимую рессорную подвеску с резинометаллическими шарнирами и дополнены телескопическими гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия, а также самоблокирующим дифференциалом. Для преодоления бездорожья автомобиль комплектуется вездеходными шинами КАМА-402, установлены на 18-дюймовые стальные колесные диски и имеет систему подкачки шин. Разделенную на передние и задние контуры, которые можно также активировать при помощи кнопок на приборной панели. Дорожный просвет в 315 миллиметров позволяет преодолевать водную преграду до 1,2 метра. Если водитель захочет окунуть грузовик по полной, в комплекте имеется шноркер. Машина также способна подниматься по подъему в 47 градусов. Тормозная система снабжена полностью пневматическим приводом, вакуумным усилителем, а также возможностью отключения антиблокировочной системы. На всех колесах установлены дисковые тормозные механизмы. Для подключения тормозной системы прицепа сзади предусмотрены выводы подключения. Обеспечение стабильного управления автомобилем подчисляется при помощи интегрального рулевого механизма с гидравлическим усилителем и с регулировкой по высоте. Водитель с пассажирами уже находится в новой, унифицированной для всего семейства Next, трехместной кабине, с крупным лобовым стеклом, установленной под большим углом к вертикали. И в отличие от предыдущих автомобилей, имеет в своем распоряжении бортовой компьютер, круиз-контроль, электропривод стекол, электрообогрев наружных зеркал и отопитель салона. Подрессоренное водительское кресло имеет поясничный подпор и шесть видов регулировок. Также дополнительно автомобиль может комплектоваться увеличенной кабиной на 7 мест, где сидения расположены в два ряда, каждый из которых имеет свою пару дверей. Автомобиль также получил уже новую оптику. Для транспортировки груза в Садко Next, штатная грузоподъемность которой составляет 3 тонны, укомплектован металлической платформы с откидными бортами и которая может оборудоваться каркасным тентом. Также на шасси можно будет установить и кузова будки, в том числе и затормические. Кроме кузова есть возможность установки и другого специализированного оборудования, начиная с вахтового автобуса и заканчивая бурильно-крановой машиной. Обновленный ГАЗ Садко Next, несомненно, стал выше на голову своих предшественников в виде ГАЗ-66 и ГАЗ-3308 Садко. Обладая такой же хорошей проходимостью по бездорожью, но с уже с обновленным экстерьером и интерьером, а также доработанными узлами и агрегатами, данный ГАЗ особенно будет популярен у любителей покорять бездорожье, МЧС и у работников лесхоза. А также могут заинтересовать различные коммерческие организации для доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы. А заслужит ли он такую же популярность, что и его полноприводные предшественники, покажет время. А если мой ролик вам понравился, подписывайтесь на мой канал, также приветствуются ваши комментарии и лайки. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok